Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Светланы Стебенькова. Смотрите выпуски. К работе готовы. В Сургуте завершилось августовское совещание педагогических работников. На городских автозаправках заканчивается газовое топливо. И Сургут делегирует двух спортсменов на первенство мира по шахматам. Филиал федерального парка «Патриот» возможно появится в Сургуте. С просьбой о его создании губернатору Югры Натальи Комаровой обратились организаторы клуба военной реконструкции «Арсенал». Разместить военную и гражданскую технику и другие экспонаты планируются на аэродроме «Боровая». Глава региона инициативу поддержала и даже побывала с экскурсией на месте, где возможно разместиться объект. По мнению авторов идеи, никаких серьезных проблем по организации здесь филиала парка «Патриот» нет. Проблем на самом деле нет. Здесь идет рабочий процесс. Строятся дороги, развивается аэродром. Вот сейчас встречаются люди для того, чтобы обсудить все вот эти вот уже нюансы здесь. Будет все хорошо. Сегодня торжественно открыли первый в Югре памятник учителю. Монумент установили перед входом во второй корпус Сургутского педагогического университета. Инициатива создания принадлежит студентам в рамках конкурса «Мой проект в УЗУ». Сам памятник создан в мастерской скульптора и художника с мировым именем Григория Потоцкого, чьи работы установлены в более чем 50 странах мира. В торжественном открытии монумента приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Сургут. Открытие бронзового памятника учительница Татьяне Ивановне предваряет празднование 30-летнего юбилея СурГПУ и Дня знаний. Автор использовал бронзу для этого монумента. Я хочу удорожить этот проект и напомнить вам о том, что учитель — это чистое золото любви к ребенку. Такой любви, которая способна из каждого ребенка, затем юноша, девушке сделать настоящего человека и мир вокруг сделать гармоничным и красивым. В преддверии вот этого учебного года, в преддверии этого праздника хочу поздравить всех учителей, все студенчество, всех учеников нашего города с этим праздником, светлым, красивым. Именно вот знаковым, что у нас теперь будет и памятник. Мы поставили такую хорошую точку. В рамках своего визита в Сургут Наталья Комарова приняла участие в общественной приемке детской школы искусств. Инспекцию нового здания устроили специалисты, жители близлежащих домов и Юлия Бабенышева. Еще пять лет назад инициативная группа обратилась к губернатору ЮГРЫ с вопросом размещения в Сургуте школы искусств. Строительство такого необходимого объекта в нашем западном жилом районе, в нашем городе Сургуте поддержала Наталья Владимировна Комарова, поддержала Дмитрия Валерьевича Попов, поддержали депутаты разных уровней, и окружной думы, и областной, и городской думы. Поэтому это еще раз подтверждает тот факт, что нужно активнее заниматься решением своих вопросов. Родительский комитет показал, что он работоспособен, директор школы очень активная и это дало результат. Сегодня закуплено все оборудование и осталось завершить процесс лицензирования. Школа рассчитана на 800 мест, 4 направления. У нас есть музыкальное отделение, театральное отделение, хореографическое, школа изобразительного искусства и фольклорное пение. Это новое направление фольклорное пение и изобразительное искусство. Вместимость актового зала 300 зрителей. Стоит отметить, что перспективы развития одаренных детей здесь очень высоки. В перспективе мы планируем расширить отделения, которые будут у нас развиваться, закрепить ресурсный центр с общеобразовательными школами, которые действительно будут иметь очень хороший стимул работы. Мы работаем с родителями, мы работаем с самыми маленькими детьми до 4 класса. 5 тысяч квадратов, 3 этажа, 2 актовых зала. Объект строился по адресной инвестиционной программе с участием в финансировании округа. Его стоимость более 300 миллионов рублей. Наталья Комарова отметила, что этот объект имеет большое значение для округа. Важно создать благоприятные условия для развития детей. Если вы как общественность принимаете этот объект, то значит мы будем готовы расплатиться по счетам со всеми подрядными организациями, которые участвовали в этом процессе. В ходе общественной приемки эксперты выявили ряд замечаний в части организации доступной среды. Все недочеты обещали устранить к открытию школы. Объект на самом деле очень грандиозный. Это жемчужина города Сургута. Школа искусств получилась в очень красивых расцветках, с очень интересными интерьерными решениями. На достигнутом активисты не останавливаются, так как город нуждается в социокультурных и образовательных объектах. Шаг за шагом, благодаря инициативе сургутян и поддержке властей, Сургут преображается. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы получим проект такой же школы в восточной части города на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Югорской, где сейчас ведется уже проектирование. Юлия Бабенышева, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Завершила рабочий день в Сургуте Наталья Комарова участием в итоговом заседании Августовского совещания педагогов Югры. В рамках этого профессионального форума особое место уделили теме дополнительного образования. Для развития этого сегмента в округе внедрен Институт сертификатов доп. образования. О нововведении подробнее расскажет Дмитрий Подлесной. Пока Институт сертификатов дополнительного образования в Югре внедряют в рамках пилотных площадок, в их число вошли три муниципалитета – Белоярский и Кандинский районы, а также Сургут. По согласованной с агентством стратегических инициатив задачи, 20% программ дополнительного образования должны быть обеспечены за счет частных организаций. Это необходимо, чтобы развить конкуренцию в этой сфере, потому что бизнес мобильнее реагирует на запросы населения, потому что сегмент доп. образования уже давно требует вливания свежей крови, потому что новые подходы далеки от консервативного инструментария. Мы получаем реальный инструмент определения условий и влияния на качество предоставления образовательных услуг в логике перехода от технологии массового дополнительного образования к проектированию пространства, персонального образования для самореализации личности. Эксперты отмечают, что причина отставания нашей страны в сегменте доп. образования в том, что сама действующая система финансирования, к сожалению, не мотивирует специалистов к креативу. Зачем условно придумывать курс по конструированию беспилотников, если можно вполне успешно зарабатывать деньги на занятиях по освоению технологий прошлого века? Сертификатом доп. образования на распределение средств смогут повлиять конечные потребители. И это, безусловно, внесет дополнительный импульс в развитие сферы. Мы пока финансируем дополнительное образование, ну, на приглядку, даем задание, и какой-то кружок работает. А так финансирование будет происходить от клиента. Как бы клиент пришел, принес свой ваучер, на основе этого происходит финансирование. То есть система становится государственно-рыночная. Мы должны создать конкурентные программы для детей в округе, которые бы все могли, ну, и в этом смысле сменить качество дополнительного образования, которое на самом деле во многом, ну, не так современное, если мягко говорить. За позитивными примерами далеко ходить не надо. Успешно внедренный в Югре сертификат дошкольника не только значительно разгрузил очередь, но и привнес конкуренцию в сферу дошкольных услуг. Без потери качества частные организации зачастую выигрывают у своих муниципальных коллег за счет косвенных, но не менее важных критериев. И югорчане от этого тоже только выигрывают. Сейчас развивается такой момент, как билдинг сады. Это те сады, которые находятся буквально в шаговой доступности. Вы спускаетесь там с подъезда и отдаете ребенка, и спокойно идете на работу. Это вот то, что удобно, то, что мы сейчас пытаемся развивать. Такого же отклика ждут специалисты от сертификата доп. образования. Его размер составит чуть меньше 2000 рублей. Сейчас в Сургуте более 10 частных организаций имеют лицензированные программы. Возможно, когда институт сертификатов заработает в полную мощь, это придаст импульс к созданию новых направлений дополнительного образования в городе. Дмитрий Подлесной, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости. В Сургуте завершено августовское совещание педагогических работников. Тема встречи вызвала неподдельный интерес у представителей педсообщества. Как обеспечить учительский рост? Насколько необходима перезагрузка системы дополнительного образования? Каковы задачи нового учебного года? В течение двух дней участники мероприятия искали ответы на различные вопросы с целью сделать образовательную среду действительно эффективной. Результатом нашей работы станет, конечно же, резолюция, которую вы все увидите, с конкретными, сформулированными предложениями для всех уровней организаторов в системе образования. От уровня образовательной организации до регионального департамента образования и правительства автономного округа. Сургутские полицейские сегодня перешли на усиленный вариант несения службы. Связано это с приближающимся днем знаний. С 31 августа стражи порядка будут ориентированы на инспектирование образовательных учреждений среднего, среднеспециального и высшего звена. Будет обследована как прилегающая территория, так и внутреннее помещение. Традиционно полицейские появятся и около пешеходных переходов. Ежегодно это делается для профилактики детского травматизма. С 30 числа выставятся сотрудники ГИБДД на пешеходные переходы непосредственно к тем образовательным учреждениям, где необходимо пересечение дорог, то есть близлежащие пешеходные переходы. И будем работать до 7 числа, но в зависимости от того, то есть еще по обстановке, может быть продлем, потому что дети сейчас приедут, то есть где-то кто-то с деревень, кто-то в маленьких городах, где не такое большое интенсивное движение, для того, чтобы они привыкли, то есть обратно к городу и получить нам меньше травматизма детского. Первую пресс-конференцию провел новый руководитель Сургутской ГРЭС-2 Валерий Светушков. На протяжении последних 23 лет он трудился на Костромской ГРЭС, где прошел путь от рядового сотрудника до главного инженера. На новую должность назначен две недели назад, 18 августа. Сургутская ГРЭС-2, крупнейшая тепловая электростанция России, является одной из ведущих в мире как по установленной мощности, так и по годовой генерации. Кроме того, станция лидер по производству электричества в России. Основная задача – возможность улучшить работу Сургутской ГРЭС. Каких-то революционных решений компания не хочет проводить на Сургутской ГРЭС-2. Мне такие задачи не поставлены. Мы предполагаем, что путь на движение Сургутской ГРЭС-2 будет эволюционный. По словам руководителя, одной из самых главных задач Сургутской ГРЭС-2 было и остается надежное обеспечение потребителей теплом и электричеством. Станция заканчивает подготовку к отопительному сезону. Проведен полный комплекс регламентных работ, заканчивается капитальный ремонт второго энергоблока. Ожидается, что в первой декаде сентября компания начнет отдавать теплоэнергию своим потребителям. С точки зрения теплогенерирующего оборудования, даже сегодня на станции работает все оборудование, за исключением одного блока, находящегося в плановом капитальном ремонте. Все остальное оборудование может нести тепло в наши дома. Ну и мы, наверное, видим, что тепло в виде горячей воды сейчас есть в наших домах. Голубое топливо в дефиците. В Сургуте на автозаправках практически исчез газ. Такая ситуация сложилась, потому что заводы-производители и продавцы газа на бирже фактически прекратили отпуск объемов на рынок. Поэтому появились сложности и у розничных продавцов с закупками топлива и его последующей реализацией. Из-за этого резко, почти на четверть, подскочила стоимость горючего. А сейчас газ на тех заправках, где он есть, стоит от 16 до 17 рублей за литр. Ожидается, что ситуация нормализуется к первой половине сентября. К сожалению, тоже мы ощущаем перерывы. То есть мы стараемся закупать где только возможно, в том числе и на отдаленных заводах. Но, к сожалению, трудности есть. По нашей информации, возможно, ситуация стабилизируется в сентябре месяце. Футболисты «Факела» и «Нефтяника» узнали соперников по Кубку России. Матчи пройдут в Новом Уренгое в конце сентября. Команды разыграют путевку в одну восьмую финала. Битва за право сыграть с кем-то из элиты российского мини-футбола пройдет в четырех подгруппах. Сургутский «Факел» и «Нефтяник» останутся в крупнейших городах Янау в гости к Дюшору Ямал. Еще одним претендентом на победу стал «Нефтьюганский блик». Четыре победителя вышеперечисленных групп в начале октября определят двух счастливчиков, которым выпадет шанс сыграть в одной восьмой финала Кубка страны с кем-то из элиты отечественного мини-футбола. В Сургуте завершился турнир «Чемпионы нашего двора». На протяжении практически трех месяцев 24 дворовые команды выявляли сильнейший коллектив, а в последних числах августа наградили лучших. Дмитрий Круковец узнал, какой городской район может похвастаться званием чемпиона. Три года назад проект «Чемпионы нашего двора» стартовал с соревнований, в которых приняли участие 17 команд. С комплектованием сборных помогали городские тосы. Сегодня это 24 коллектива, которые играют в футбол не 2-3 недели, как было раньше, а почти 3 месяца. И первый такой опыт проведения достаточно продолжительного турнира оказался успешным. Все это, в принципе, прошло, так скажем, на пятерку. И это радует, что, в принципе, все состоялось. Мы пришли к итоговым результатам, определили чемпионов, наградили детей. То есть, в принципе, все прошло хорошо. Надеемся, что в следующем году команд будет больше. В этом сезоне турнир прошел среди двух возрастных категорий. Среди детей 10-12 и 13-15 лет. Примечательно, что к финалу определились самые футбольные районы города. В младшей подгруппе победу одержала «Комета» из 22-го. То со старшей командой из первых микрорайонов Сургута стала второй. Среди старших ребят победу праздновали представители команды «Звезда» из 25-го микрорайона. При этом в финале они одержали разгромную победу над соперником со счетом 8-2. В полуфинале дождь был, ливень. Вот это было сложно, а так не очень. Сыграли 8 игр, чемпионат был долгий. Перерыв между играми был большой, так что не очень сложно. И был временный отдых. Инициаторы проекта отмечают, что им удалось решить серьезный вопрос – занять детей во время летних каникул. Но с годами эта идея преобразилась в масштабах. Сейчас этот турнир, по сути, является городским чемпионатом по дворовому футболу. В этом году очень сильно заинтересовался чемпионатом комитет по спорту города, потому что это, безусловно, очень хорошая площадка для летнего досуга ребят, те, которые не уехали в отпуск или к бабушке. Они заняты спортом, заняты делом. И, наверное, это то, что нам нужно. Победители и призеры турнира получили призы и подарки – футбольные мячи, экипировку, медали и кубки. В следующем сезоне, вполне вероятно, турнир претерпит изменения. В частности, организаторы обещают появление новых возрастных категорий. Это значит, что и число гоняющих мяч во дворе детей обязательно вырастет. Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. В Сургуте завершился турнир по шахматам среди детей от 11 до 19 лет. Соревнования проходили в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» на протяжении 7 дней. В турнире приняли участие около полусотни юных игроков. По результатам финального тура наградили призеров и победителей первенства. Всего было вручено 20 медалей бронзового, серебряного и золотого достоинства. Мы сейчас готовим детей для игры на первенстве округа, откуда они уже будут отбираться, на первенство Уральского федерального округа и дальше уже на чемпионаты России. А вообще у нас в Сургуте сейчас на чемпионате мира примут участие два человека. Это Воскресенская марта и Долгихи Евгений. То есть они будут представлять город Сургут на чемпионате мира в городе Хантамансийске. Напомню, первенство мира Фиде пройдет в югорской столице с 20 сентября по 4 октября. Всего на участие подали заявки уже более 500 спортсменов из 55 стран. За звание лучшего будут сражаться 11 югорчан, двое из которых – сургутяне. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Жить в полную силу на высоких скоростях – наш принцип. Отвечать за движение газа каждый день, каждый час, каждую секунду – наша работа. Динамично развиваться, нести тепло в каждый дом – наша задача. Передовые технологии, команда профессионалов – наша гордость. «Газпром Трансгаз Сургут». 40 лет. Формула созидания. Всероссийский фестиваль меда в Сургуте. Более 100 видов меда и пчелопродукции. Каждый день бесплатная дегустация. Покупая килограмм меда, второй получаешь в подарок. С 26 августа на площади перед Сургут Ситимол. Быстро найти любую информацию. Играть с друзьями по сети. Или смотреть фильмы. Метросеть. Интернет как вам нравится. С 15 августа до 15 сентября Сипромстрой снижает цены. Квартира-студия от полутора миллионов рублей. Однокомнатная квартира 49 квадратных метров от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Двухкомнатная 72 квадратных метра. 2 миллиона 820 тысяч рублей. Телефон отдела продаж 600-190. Компания Сипромстрой. После школы только домой. Современные. Стильные. Надежные. На любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные. Условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральный. Открытый для всех. Доступный каждому. Роскошь недорого. Сотни моделей золотых часов российской марки Ника. Магазин «Золото». Улица 30 лет Победы 3. Телефон 24-12-20. В магазине «Адам» новое поступление изделий из серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями. Большой выбор столового серебра, ручек. А также свежий ассортимент ювелирных изделий из золота. Улица 50 лет ВЛКСМ 3.2. Телефон 377-877. В Солене коллизионе распродажи зимней коллекции. Скидка до 70%. До конца августа беспроцентная рассрочка. Солене коллизионе. То, что действительно модно. 3 сентября газовики приглашают всех на грандиозный праздник «Виват Газпром Югра Россия». Вас ждут развлекательная программа для детей и взрослых. Игры, фестивали, выступления спортсменов, творческих коллективов, концерт звезд российской эстрады, группы «Ногу свело» и «Валерии». Ждем вас 3 сентября с 14 часов на площади перед офисом «Газпром Трансгаз Сургут». Улица Университетская, 1. «Виват Газпром Югра Россия». И о погоде на 31 августа. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Еломет». Боль в суставах и спине, отеки и воспаления. Это выбивает из жизненного ритма. Хорошо, что есть «Алмаг-01». Магнитное поле «Алмага» может помочь устранить боль и воспаление. Он прост в использовании. В августе успейте купить «Алмаг-01» по низкой цене в бережных аптеках, аптеках от склада и Экона. Невыносимая боль в спине беспокоят суставы, травмы, выход есть. Магнитотерапевтический аппарат «Алмаг-01». Его по праву можно назвать классикой магнитотерапии. В среду весь Урал и практически вся Западная Сибирь будут находиться под влиянием ненастных атмосферных фронтов, из-за которых местами пройдут кратковременные дожди, по югу возможны грозы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 9. Утром облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 7 градусов тепла. Днем также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура плюс 13, плюс 18. В магазине «Домашний погребок» скидка на барилки, анкерки, винные и дубовые бочки до 40%. Новое поступление банок для солений. Домашний погребок. Первый в Сургуте магазин аксессуаров для домашнего приготовления праздничных напитков и солений. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление повысится до 758 миллиметров втутного столба. Скидки супер! Выбор класс! Только в «Карапузе» скидки до 50% на школьную форму и рюкзаки. Мама, а как же игрушка? С «Карапузом» хватит на все! «Карапуз»! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам только хороших новостей. До свидания!